Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Тати Гео! Сегодня речь пойдет о фонтанах, о водных сооружениях на участке. Это такой декоративный элемент. Сюда же относятся и бассейны. Фонтаны бывают разные, маленькие, большие, восходящие, нисходящие, как здесь представлен, маленький. У него внутри есть подсветка. Сейчас чуть попозже начнет солнышко уходить. И мы увидим, как красиво он заиграет совсем другими цветами. Очень простой, достаточно небольшой. Вы точно так же можете соорудить на своем участке, на своей территории, если есть такая потребность, есть необходимость и желание, потому что мы все разные и у нас разные у всех запросы. Фонтаны очень красиво смотрят, с подсветкой, конечно же, как в данном случае. Есть небольшие прудики, у которых подсветку делают по краям. Они тоже смотрятся естественно, натурально, красиво. Фонтан вы можете расположить как в зоне отдыха, так и в зоне приема гостей. И уже от функции, от назначения фонтана выбирайте, какой он у вас будет. Либо сильно бурлящий, как водопад, возможно. Либо тихая, спокойная гладь. Это если в зоне отдыха. За фонтанами, конечно, нужен уход, очистка, фильтрование воды. И еще такая рекомендация. Старайтесь не располагать свои водные сооружения вблизи лиственных деревьев, потому что они очень сильно загрязняют воду, скидывая листву. То есть вам постоянно придется эту листву оттуда каким-то образом выгребать. Старайтесь на каких-то более-менее открытых пространствах. Либо хвойные рядом, чтобы были, если вы составляете композицию. Либо это могут быть злаковые. Они тоже очень хорошо смотрятся, естественно, натурально, вблизи воды. Вот, посмотрите, пожалуйста, немножко стемнело. И как сразу он преобразился, заиграл красками другими. Более интересный стал. Можно, конечно, и разные другие виды подсветки выбирать под ваш вкус и ваш цвет. С вами была Георгиевская Татьяна. И я желаю вам красивых фонтанов на ваших участках. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...